Летом 2025 года Аляска вновь оказалась в центре внимания исследователей, геологов и специалистов по природным рискам. На первый взгляд это был всего лишь очередной эпизод в цепи суровых северных явлений, которые долго считались почти уникальными. Во фьорде Трейси Арм произошел колоссальный обвал, объем которого по предварительным оценкам достиг 100 миллионов кубометров. Эта масса породы льда, сорвавшись со склона, упала в узкий водоем, мгновенно вытеснив огромное количество воды и породив волну, высота которой могла приблизиться к нескольким сотням метров. Для людей, оказавшихся поблизости, это выглядело как внезапное рождение вертикальной стены воды, способной уничтожить все на своем пути, прям как в фильме «Интерстеллар» на планете Миллера. И все же ни один человек в тот день по счастливой случайности не погиб. Чтобы понять природу происхождения, исследователи нередко сравнивают события 2025 года с мегацунами в заливе Литуя 1958 года. Тогда землетрясение магнитудой 8,3 вызвало обвал объемом около 30 миллионов кубометров. Волна поднялась на 524 метра, что и сегодня остается абсолютным рекордом наблюдений. Разрушенная растительность, смыты участки побережья и погибшие люди стали частью трагической хроники. Между двумя эпизодами почти 7 десятилетий, но их объединяет фундаментальный физический механизм. Мгновенное погружение огромной массы твердого материала в ограниченный водоем и резкое вытеснение воды. Различается лишь то, что в одном случае толчок дал сильный тектонический удар, а в другом склон, ослабленный продолжительным танием ледников. Однако, рассматривая недавнее событие как единичный феномен, можно упустить важный контекст. В последние годы регион все чаще демонстрирует динамику, которая раньше считалась очень редкой. Более того, в 2025 году было зафиксировано еще одно необычное явление – редкое колебание воды. Оно проявилось в одном из прибрежных озер, возникнув не из-за ветра или приливов, а вследствие сложного взаимодействия атмосферных и гидрологических процессов. Такие колебания обычно остаются почти незамеченными, но в условиях нестабильных береговых линий и меняющегося климата они могут становиться частью более масштабных процессов. Чуть раньше, весной этого же года, на реке Юкон произошло ледяное мегацунами в районе Тахинии. Массивные ледяные плиты, нарушив устойчивость, обрушились в воду, образовав волну, которая вынесла на берег огромные глыбы льда и разрушила несколько местных построек. Когда один регион в пределах нескольких месяцев демонстрирует столь разнообразные и мощные гидрогеологические процессы, возникает закономерный вопрос – действительно ли мы наблюдаем случайное совпадение или это часть крупномасштабной тенденции? Ответ, по мнению большинства специалистов, связан с изменением климата. Аляска – одна из областей планеты, где температура воздуха растет быстрее средних глобальных значений. Ледники, которые веками формировали устойчивость склонов, начали стремительно отступать. Когда ледяная масса исчезает, скала остается без ее боковой опоры. Даже немногое таяние способно привести к образованию скрытых трещин, подповерхностных пустот и зон ослабления. Склон, который десятилетиями смещался на миллиметры в год, может в один момент перейти в стадию разрушения. Механизмы, обычно растянутые на геологические времена, теперь укладываются в рамки человеческой жизни. Сегодня на Аляске выявлено более 200 склонов, которые демонстрируют признаки потенциальной нестабильности. Некоторые из них уже частично подвижны, другие только вступают в критическую фазу, но общий вывод ясен. Количество локаций, способных породить цунами подобного типа, увеличивается. При этом эти процессы не ограничены прибрежными фьордами. Внутренние водоемы, такие как озера или крупные реки, также становятся ареной подобных событий. Ледяное мегацунами на Юконе наглядно тому подтверждение. Волна, порожденная массой льда, возникает по тому же принципу мгновенного вытеснения воды. И еще одна проблема связана с тем, что эти явления обладают не только мощью, но и внезапностью. Современные технологии позволяют наблюдать за движением склонов с высокой точностью. Спутниковая интерфериметрия фиксирует деформации на уровне сантиметров. Лазерное сканирование отслеживает изменения геометрии поверхностей, а акустические датчики регистрируют микросдвиги. Но ключевая трудность остается, как и чихание вашего кота. Невозможно заранее предсказать момент финального разрушения. Клоун может ослабевать годами, показывая постепенную деформацию, а затем обрушиться в течение нескольких секунд. Вода в фьордах, ограниченная их стенами, реагируют почти моментально. Волна достигает противоположного берега настолько быстро, что для человека рядом она фактически возникает из ниоткуда. И прокатиться на ней, сияя от счастья, вряд ли получится. История последних лет показывает, что события такого типа становятся больше. Помимо крупных эпизодов 2025 года, в предыдущие 5-10 лет в горных регионах Северной Америки, Гренландии, Норвегии и даже в отдельных частях Гималаев фиксировались волны, вызванные локальными оползнями. Они не достигали параметров летуи, но сами факты их появления говорят о том, что возникла новая тенденция. Несколько мегацунами меньшего масштаба, произошедших за последние десятилетия, заставляют задуматься. Если геологические процессы ускоряются, то и вероятность экстремальных событий растет. Тогда появляется закономерный вопрос – почему так много? Почему так часто? На самом деле, у этих вопросов есть два уровня ответа. Первый – физический. Таня ледников, рост температуры, повышение уровня моря и изменения в структуре подповерхностной мерзлоты. Второй – системный. Мы просто стали наблюдать лучше. Спутники, датчики. Мониторинг береговой линии позволяет фиксировать то, что раньше оставалось незамеченным. Там, где в прошлом происходили обвалы и волны, но никто не видел их своими глазами, сегодня регистрируются полноценные события со всеми измерениями. Возможно, часть увеличения активности – лишь иллюзия, связанная с ростом наблюдательной мощности. Но с учетом темпов изменения климата, большинство специалистов считают, что происхождение этих событий имеет реальную природную основу. При рассмотрении потенциального ущерба важно учитывать не только высоту волны, но и географию. В Трейси-Арм никто не пострадал, так как место удаленное и малонаселенное. Но многие фьорды Аляски давно стали туристическими маршрутами, а северные реки – транспортными артериями для изолированных поселений. Если подобное явление произойдет рядом с круизным лайнером, рыболовным судном или маленькой общиной, последствия могут оказаться трагическими. Даже средних размеров волна способна снести пристани, разрушить жилые дома или вывести из строя линии снабжения. Потери инфраструктуры на севере особенно болезненны, потому что их восстановление требует огромных ресурсов. Вместе с тем, каждое подобное явление становится ценным источником научных данных. Обвалы позволяют оценить прочность пород и динамику ледниковых масс. Цунами дают информацию о поведении воды в ограниченных пространствах и о том, как распределяется энергия в таких системах. Колебания помогают понять, как горные озера реагируют на внешние и внутренние возмущения. Ледяные волны на реках раскрывают механизм взаимодействия талых масс и русла. Все это опыт, который невозможно получить экспериментально. Даже карты Таро здесь бессильны. Главный вывод из всех этих наблюдений заключается в том, что мы вступили в период ускоренных природных процессов. Те события, которые раньше происходили раз в поколение, или даже раз в несколько столетий, теперь становятся более частыми. Это не означает, что каждое лето будет приносить новые мегацунами, будем надеяться, но показывает тенденцию. Климатические изменения делают систему менее стабильной. Аляска лишь один из регионов, где это проявляется ярко. Фьорды, ледники, горные озера и реки становятся динамичнее, а их поведение менее предсказуемо. Человек может наблюдать, измерять и моделировать, но пока не способен управлять или заранее блокировать такие процессы. Поэтому важно понимать, следующая волна может возникнуть не там, где ее ждут. Она может подняться в другом фьорде, в другом ледниковом озере и абсолютно на другой реке. Трейси Арм в 2025 году стал предупреждением, возможно, самым мягким из всех возможных. Он показал, что даже при масштабном обвале можно избежать жертв, если место удалено. Но точно так же он напоминает, что подобные события могут в любой момент произойти в местах, где уже есть люди, корабли и инфраструктура. Даже современные методы прогнозирования не дают полного контроля над природными процессами. Поэтому важно задуматься, в каких местах живем мы с вами и насколько они действительно безопасны. Или таких мест уже больше не осталось? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова